Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Прослойка номер 20. Политически корректный Пенхас. Сегодня мы не будем заниматься с вами, насколько правомочным, со стороны дела производства, закона производства, судебной части или действия Пенхаса. Мы попытаемся рассмотреть его имя и, может быть, даже заглянуть на него с несколько другой стороны. Эпиграфом к нашему сегодняшнему занятию я бы хотел взять выдержку из песни Клавдии Шульженко «Давай закурим, товарищ, по одной». Кто бы мог подумать, что мы будем вспоминать о боях с врагами и баталии Рамзеса II, случившиеся три с половиной тысячи лет назад, в нашей разборке про политически корректного Пенхаса. Итак, имя Пенхас. Оно впервые у нас встречается в книге Шмот, где говорится о его родителях. Потом она встречается у нас в книге Бамидбар, в нашей недельной главе, главе Пенхаса, оно также встречается. Оно встречается в книге Эзра, где другой человек, Элазар, сын Пенхаса. Тут наоборот, Пенхас – это отец Элазара, это другие люди во времена Эзры. В книге Шмуэль у нас есть Пенхас, сын Эли, Коэнгадула. В любом случае, мы с вами довольно наглядно видим, что Пенхас всегда пишется с буквой ЮД. И во всех случаях эта буква полностью и нормально написана, за исключением нашей недельной главы. В нашей недельной главе ЮД очень маленькая, и такое впечатление, как будто она втиснута между обычными буквами, буквами обычного размера, с очень важной целью. Интересно, какую роль играет ЮД в слове Пенхас? Что касается его произношения, ЮД играет очень важную роль. Дело в том, что в середине слова у нас есть шва, и иврит позволяет произносить его по-разному. Иногда как просто твердый знак, а иногда как букву Э. В данном случае мы должны будем произнести ее по правилам грамматики иврита, заповеданными нам Баалэми Сора, как Э. Потому что слог перед ним имеет длинную гласную. Вот эта буква ЮД характеризует длинное И. Если бы ее не было бы, и было бы написано без ЮДа его имя, тогда бы мы могли произнести, как мы обычно это делаем, Пенхас. Но с буквой ЮД, и это с буквой ЮД все время в Танахе это имя пишется, мы обязаны произносить это грамотно Пенехас. И неудивительно, что древние переводчики на греческий язык произносили ее ФИНЕЕС, и также она переводится на русский язык ФИНЕЕС, и на латинский язык ФИНЕЕС. То есть буква ХЭТ в этом слове бесспорно была мягкой, а шва должна была читаться как Э, вещь, которую мы сейчас не всегда произносим. Давайте подумаем немножечко, поговорим об этимологии этого слова. Очень много попыток было объяснить это слово со стороны, с иврита. И, как правило, эти попытки, это называется, ну, такими интеллектуальными выстрадываниями, потому что некоторые объясняют это от слова ПИ, УСТА, НАХАС. Они как-то заменяют СИН, точнее, САМЫХ НАШИН, и делают это от слова НАХАШ, то есть ГАДАТЬ УСТАМИ, или ПРОИЗНОСИТЬ КАКИЕ-ТО ЗАКЛИНАНИЯ. Есть такие, которым нравятся другие этимологии, что ПАНА на иврите, это значит обратить, поворачиваться куда-то, ХАС, это спасаться, что он повернулся, и там кто-то спасся благодаря ему. Все это, конечно же, очень красивый дрошот, но они, в принципе, не имеют ничего общего ни с лингвистикой, ни с исторической реальностью. А вот то, что нам говорят, что видно из лингвистики, из истории, оно, в действительности, очень даже интересно. Вот это имя на египетском ПАНАХЭСИ, очень известное, популярное в рамзеситский период, египетское имя ПАНАХЭСИ, которое, как никогда созвучно, и по мнению лингвистов, является прямым оригиналом имени Пинхас. Что же оно означает? Вот, пожалуйста, как оно пишется на коптском языке, языке территории Эфиопии, Судана, ПАНАХЭСС, ПАНАХЭСС, точнее. ПА на древнеегипетском, это то же самое, что на английском THE или на иврите HEAIDIA, определенный артикль. НЕХЭСС, это территория к югу от Египта. НЕХЭССИ, человек с этой территории. НУБИЦ, или же человек из Куши, мы бы сказали бы на иврите, из территории Куш, современный Судан. Греки называли эту территорию Эфиопией. Надо всегда держать в голове тот факт, что формы и размеры Африки стали известны человечеству только в конце XV, в начале XVI века. А до этого вот как-то вот было так, что вот все, что к югу от Египта, это Эфиопия или НЕХЭСС по-египетски. Все, что слева от него, к западу от Египта, это Ливия и так далее. Так вот, если мы на современную карту посмотрим, то у нас Нижний Египет сверху, как положено, чтобы запутать студентов. Верхний Египет, он снизу. Но вот потом Нил начинает делать петлю, вот такую своеобразную. И вот эта вот петля, она огибает Нубийскую пустыню. И вот эта земля, вот все, что было южнее этого, все называлось Куш до без конца. Что же из себя представляли люди этой земли, земли Куш? Вот здесь нам как раз и понадобится тот эпиграф, который нам прочитала Клавдия Шульженко. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать о походах наших, о боях с врагами. Вот, пожалуйста, походы Рамзеса II в Нубию, его Нубийский поход, где он громит и крошит Нубийцев. Вот они, Нубийцы на египетской фреске, обязательно с серьгами в ушах, довольно черные. Ну, в принципе, классические африканцы. Вот, пожалуйста, еще одна египетская фреска. Здесь показан тот же египетский Наполеон, Рамзес II, который за жабры держит трех пленных. Пленный здесь Кнанец, типичный семитский товарищ. Левиц находится здесь вот справа. А сзади слева находится Нубийц. Вот он наш интересующий нас красавица. Опять, видите, кольцо, довольно темный цвет кожи. По этим фрескам можно более-менее понять, о ком идет речь. И вот эти люди как раз и назывались Панехеси на египетском языке, от которого и происходит имя Пенхас. Интересно, как он выглядел, что его родители назвали таким именем. Для скептиков, которые, конечно же, сейчас возразят и скажут, что ты тут такое заправляешь. У такого святого человека вдруг египетское имя. Ну, не надо торопиться, дорогие друзья. Имя Моше, скорее всего, тоже египетское. Египетское означает ребенок или сын на египетском языке. Семитизировано, конечно, но имя египетское. Для скептиков я приведу из 43 главы пророка Ирмия, книги Ирмиягу, очень интересную строчку. До евреи после смерти Гидалии Бен Ахикама убежали в Египет. Написано, воявоу эрот с Митсраем, пришли они в Египет, потому что не слушались они слова Господа. Воявоу ад Тахпанхес. Они пришли в место, в город, называемый Тахпанхес. Вот, пожалуйста, еще раз у нас египетское название города с абсолютно таким же именем, согласным, как имя Пинхас. Очень даже египетская вещь. Так что, скорее всего, лингвисты правы здесь. Интересное такое вот размышление у нас в Мишне Масахет Бехорот, в 7 главе 6 Мишна, говорится, что коэн, который черный, альбинос или красный, они не могут служить в храме. Интересно при этом, что этимология Пинхаса, который мало того, что сам был коэнгадолом, но еще и имел 18 коэнгадолов его потомков, которые были коэнгадолами в первом храме. Интересно, как выглядел он и его потомки. Здесь также нам эта этимология помогает немножечко приоткрыть завесу в известном талмудическом споре. Дело в том, что по рождению Пинхаса, на пророждении его написано, что и Лазар, сын Арона, взял себе из дочерей Путиэля и родила она ему Пинхаса. Кто такой этот Путиэль? В Талмуде есть мнение, что это Йосеф. Второе мнение, что это Итро. Очень интересно, но Мидраж, называя Йосефа, описывает его при продаже и при покупке его Путифаром, говорит, что Путифар увидел в нем Германи, то есть светловолосого, светлого молодого человека. При этом, что касается Итро, его дочка Цепора, жена Мошарабейну, в еврейской традиции часто отождествляется с Ишаакушит, эфиопской женщиной, которую взял в жены Мошарабейну. Рассматривая этимологию Пинхаса, можно предположить, что этимология в какой-то степени склоняет наше мнение в идентификацию Путиэля больше как Итро. темного и смуглого, нежели как светлого и белокурового Йосефа. Большое спасибо всем за внимание. Желаю вам счастья и здоровья. С вами был Барух Юабов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...